добрый день друзья с вами канал дали от города и я не на коновалова ну что наша эпопея с рассадой продолжается все мы заняты подкормками поливом пикировкой кто-то продолжает сеять те или иные культуры если забыл либо рад какие-то ранние сорта и конечно же у многих начинающих дачников и огородников возникает вопрос вообще что делать чтобы рассада была крепенькая такая здоровая имела хороший зеленый цвет не болела потом легко перенесла пересадку в грунт и в итоге дала хороший урожай я считаю что моя рассада крепенькая это баклажаны я считаю что моя рассада крепенькая и перца атомат я только начала пересаживать вот пикировать а вот у меня и растет и цветет перчик и здесь у меня уже завязываются плоды ой вообще это красивый когда он перчик этот будет давать плоды я потом отдельно сниму про него видео и покажу уникальный перчик каждый год выращиваем у себя на подоконнике значит я не устраиваю танцы с бубнами вокруг своей рассады и об этом всегда рассказываю своим подписчикам и показываю сейчас у меня по большому счету а мои растишки бухают мы так смеемся у нас в telegram канале в чате потому что все мы сейчас перешли на одну подкормку вот именно пивом до решили в этом году экспериментировать не трогать нашу рассаду вот давать а при поливе пол литра пива на 10 литров воды по листу опрыскивать и подкармливать причем все мы едины в этом мнении что в этом составе прекрасное количество и нужное количество минеральных веществ аминокислот все что нужно нашей рассаде и так многих волнует вопрос как вырастить крепенькую толстую ярко зеленую рассаду и главное чтобы она не вытягивалась а поскольку в сети очень много блогеров то у зрителей голова кружится то им надо подкормить а то блогер говорит что может быть этим подкормить а может быть не этим в общем я делюсь своим мнением что нужно сделать для того чтобы ваша рассада была крепенькая ну может быть не уж совсем толстая но все равно имела хороший такой диаметр ствола в общем чтобы ваша рассада в итоге вас обрадовала хорошим урожаем если у вас квартире окна стандартные то света конечно же будет мало и рассада вытянется тут на помощь придет фитолампа но на рассаду влияет и сухой воздух жара днем жарко от солнца который светит в окна ночью прохладно условия гуляет туда сюда наша рассада вообще не понимает что происходит она тянется в поисках солнца вытягивается и ствол такой тоненький безжизненно у нее получается я вообще батареи в этой комнате где растут у меня растишки поставила на минимум потому что вообще уже давно доказано рассада которая закалена холодом дает очень хороший урожай серьезно я говорю это уже давно доказано это все влияет на урожайность вообще на участке не затрачиваясь всевозможными удобрениями уж тем более дорогостоящими об этом рассказываю показываю результаты меня все устраивает и зрители довольны и знаю что некоторые блогеры уверяют что рассаду без подкормок не вырастить это заблуждение можно вырастить и легко вырастить как только рассада у вас подросла и вы ее распикировали либо если не пикируете то вот туда такого степи возраста дошла рассада сразу же понижайте температуру там где стоит у вас ваши растения стоят растут но в частном доме это очень легко сделать выключили батарею и все у вас здесь прям прохладника вот ну мне вот сейчас здесь прохладно конечно же в городских квартирах это сделать затруднительно и некоторые люди прибегают к тому что открывает окна на проветривание ставят а тут у нас еще и рассада на подоконнике стоит она получает переохлаждение либо сквозняк что губительно сказывается в общем этого делать нельзя в городских квартирах те люди которые выращивают рассаду нужно подумать вам все-таки продумать как снизить либо соседней комнате открывать окна чтобы доходила прохлада сюда но тем не менее а может быть у вас современные радиаторы вы сможете перекрыть тепло в общем там где растет у вас рассада вот когда она достигла такого возраста понижайте температуру рассаде нужна прохлада но 17 градусов вообще отличнейшая температура для того чтобы она росла не тянулась а вот именно не тянулась но только не сквозняк сквозняк может сделать хуже теперь в прошлом году и позапрошлом году я рассказывала о механическом воздействии на рассаду вот таком вот поглаживание у меня прям много много видео но отдельных видео нет а вот именно где-то я вставляла вот такие вот поглаживание но только единственное все это нужно делать очень аккуратно вот такие а механические поглаживание механическое воздействие на рассаду замедляет вытягивание то есть механическое воздействие должно быть очень аккуратным очень осторожным а ну Ну, сколько раз? Ну, можно, наверное, 2-3 раза в неделю, может, достаточно одного раза в неделю, ну, вот туда-сюда 3 раза сделать, может, чаще. Не бойтесь это делать, не бойтесь, это не моя выдумка, это, ну, доказанный метод стрессования механического воздействия на рассаду. И самое главное, это нужно делать перед тем, как вы будете рассаду уже отправлять в грунт, в открытый грунт или в теплицу, это делает ее такой более стрессоустойчивой, то есть это подготовка нашей рассады к пересадке, то же самое. Знаете, еще что хочу сказать, многие, ну, не многие, а есть подписчики, которые пишут так, хочу вырастить рассаду с толстым-толстым стволом, чтобы, чтобы что? Ну, как, есть, конечно, отдельные сорта, например, томатов, которые в маленьком возрасте имеют толстый ствол. А вообще толстый ствол у рассады – это признак жирования, то есть первый признак перекормки азотом. И такое растение жирует, поэтому это не есть хорошо. Итак, для того, чтобы ваша рассада не вытягивалась и не имела тонкий безжизненный ствол, в первую очередь, конечно же, нужно отрегулировать свет, раскошелиться один раз, купить, ну, какую-нибудь подсветку, если там, ну, дополнительный свет обязательно нужно делать, потому что все равно уже в апреле у нас солнца хватает даже от окна. Ставьте ближе к окну, но не совсем к окну, потому что солнечные лучи через стекло увеличиваются, и они дают серьезные ожоги. Дальше, чтобы рассада была крепенькая, не переливайте. Иногда нужно добиться того, чтобы почва пересохла даже, даже вот прям корочкой покрылась, корневая тогда разрастается, и механическое воздействие тормозит рост рассады, высоту, и, в общем, это способствует тому, чтобы немножечко стебли стали более широкими. Но это все нужно делать очень и очень аккуратно. Ну вот, мне кажется, ничего сложного нету. Все рассказала, все показала. Это ответы на многочисленные вопросы. Ну, у нас-то мы на канале друг другу задаем, вернее, в чате, в телеграм-канале, вот вдали от города у нас есть чат там. Мы, конечно, когда у нас возникают вопросы, друг другу это все задаем и быстренько-быстренько решаем. Там живой чат, очень многим людям нравится, знакомятся между собой, уже начинают дружить. Ну, а так, все, что касаемо рассады, я вам рассказала. Желаю вам хорошего настроения, весеннего настроения, крепкого-крепкого здоровья и хороших урожаев в этом и в будущем году. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok